Вот так через дорогу уже настолько я в калошах и уже в калоши набираю воду. За ночь Петровку отрежет от Константиновки и будем мы отрезаны. Вон что, ужас, ужас, да что ж такое, он что делает. Зато песок выгрузили, не понять где, зачем, к чему, что там собрались. Проехать детям. Что стало с этого теперь? Промыто всё, проезда к детям нет. Вон где промыто, моет, продолжает мыть. И на каком расстоянии выгрузили эти кучи? Зачем, к чему, на бугру? Какую тут воду перекрывать? Балбесы. Произдают семки. Вот эта речка называется Тапкоча. Обыкновенный ручеёк, который не приносил никогда никакого вреда. И вот что творится второй год подряд. В тринадцатом году, в восемнадцатом году тоже шла вода через дорогу, но не в таком мере, не в таком количестве. Сейчас вот такая ситуация. Четвёртое августа. Буквально вчера был губернатор. Подходили прямо вот туда, поближе. Воды было намного меньше. Сегодня прошли ливни. И вот что случилось. Буквально вот сейчас к вечеру вся вода уже пришла сюда. Горные реки рядом не стояли, что творится. Гладь воды. Всё там затоплено. И сенокосы, и поля. Разлив сумасшедший. Всё это несётся в Амур. Амур уже не принимает. Не принимает эту воду. Вот он дальше какой разлив идёт. Вся эта вода растекается по моим полям. Новотроицкий убил оградом. Здесь затапливается водой. Губернатор вчера это всё показал. У него был один вопрос. А что ты хочешь? Я сказал, помощи хочу. Застракована? Нет. Ну какая может быть помощь? Ну это стихия. Это самая настоящая стихия. И есть форс-мажор, который должен работать. Всё-таки живём мы. Я считаю в нормальной стране. Только не с нормальными руководителями. Всё. Конец съёмки. Всё, работаем. Это второе направление движения воды вокруг села. Я уже это всё снимал. Вот она труба. Это забор куда идёт. Вот она в диаметре больше трёх метров. Уже практически сантиметров двадцать остаётся. Это всё с другой стороны обходит вся эта вода. Вот он появился, получился вот такой разгив. И идёт сброс, идёт сброс в Дунайку. Дунайка тоже. Всё это идёт, естественно, Амур. Амур переполненный. Поэтому вода это уже не воспринимается. И начинает растекаться во всех направлениях. Сейчас покажу, где тоже вчера было. Озвучена эта проблема. Поставили трубу, подняли дорогу. Мост восстановили в трёхнадцатом году. Тоже подняли дорогу. А между ними, а между ними получилось седло. И вот сейчас такой объём воды здесь скопился. Вот буквально всё. Осиновую рощу у нас... У нас всё-таки достопримечательность. Есть очень хорошее осиновое озеро, в котором растёт лотос.